Парни, всем привет! Ну что, наконец-то мы добрались опять до нашей BMW. Больше недели у нас просто не получалось, не было времени. Более того, с прошлого раза, как мы ее спустили с подъемника после замены всей подвески, мы даже еще не прокатились. Сегодня мы обязательно это сделаем. Я вижу, вы мне пишите, где BMW, где BMW и прочее. Парни, делаем все возможное. Просто у нас еще большая серия сейчас по поводу подбора. Снимаем много роликов. Кстати, будет очень круто, очень интересно получается. Ну и есть свои семейные дела житейские. Так что BMW никуда не делась, естественно, мы ее снимаем. Все, погнали! Волочки не раскидывай только. Лапку где-то отломал, там была эта штучка. Кто отломал лапку? Вот, отломку. Она была без лапки. Изначально? Да. Она была приклеена. Блин, такой геморрой. Ты представляешь, сколько снимать надо? Да не, не так уже много. Казалось бы, просто лапку поменять, а надо разобрать тут целую косу снять с проводами. А то будут поворотники, а то только аварийка работает. В общем, мой друг и напарник в автотеме, Саня, переживает сильно, что его лицо мало появляется в роликах. Сегодня он типа делает вид, что он чинит. Вон, Серега, там режет все. Он дизельный? Нет, бензиновый. Ты уверен, что батарейками? Значит, без батареек. Как-то корявенько, да? Ну да. Ты видишь, как без руля удобно со щитком возиться? Да. Температура-то вроде дергает, свет и хрен все. Температура, ну раздергать, значит, работает. Так а что температура? Нам обороты нужны. Как на ней туда ехать, да? Да, ехать до него, да, искать. Этот меня тоже уверял, что можно от дорестайла поставить. Скажите, ну поставьте. Второй сейчас уверял тебе? Да. Надо так и сделать, на ней ехать, сказать, на поставь, да? Да. Рестайл, а не дорестайл. Рестайл, да. На разборке уверяю, что рестайлинговый щиток подходит. Мы его привозили, он вообще не подходит. Короче, в очередной раз дали хлам, опять не работает. Да, она тоже с батарейками. Вот она. Они уже все мертвые. В общем, если мы щиток не найдем, будем менять в своем старом батарейке. Посмотрим, поможет ли это. Что, подключаем походительную? Давай, ставим наш на место. Ну, у Сереги Толей есть такой инструмент, точный. Сейчас он снимет кулису и поменяет аварийку. Ну вот, пока он там поднималку. Ты понимаешь, Макс, вот он разъем, здесь он вынялся, а здесь он разбит. Как вот аккуратненько вытащить? Он, знаешь, пластик настолько уже старый, что он как-то рассыпается. Рассыпается? Он полный. Просто полный. Это обо что? Ну, он здесь просто. А пластик. Видишь, какой туман, Сань? Да, в машине. Да. Единственное, из-за чего сейчас может трясти машину, это из-за колес. Из-за самих дисков, из-за шин. Так-то вроде мы все поменяли. Блин, поток огромный машин. Так, помчали. Опять мы без тахометра. 60. Все, руль не трясет. Смотри, какая красота. 80. Ну, давай, там бигдауна у нас нет нигде. 100. Ну, все, не трясет. Даже руки отпускаю, реально. Это круто. Так, тормоза, все ровненько. Тормоза тоже отлично отрабатывает. Немножко колеса кривые чувствуется. Но с подвеской все отлично стало. А провал есть, нету, непонятно? Пока непонятно. Обычно провал вот здесь начинается после поворота. Когда мы оттормаживаемся. И по новой пытаемся поехать. Давай. Может, на ней даже не в Петергофсе ездить? Думаешь? Ну, я аккуратненько. Чтобы на дальняк понять, да? Правда, сделать, да. Главный поворотник теперь есть. Я жду, спасибо. Молодец, Саня. Справился с задачей. Столько лет тебя учу всему этому. Видишь, хоть что-то умеешь. По хвалу хоть от тебя дождаться. Слушай, такая старая машина и такой кайф в управлении за рулем. Это все газ в пол? Да, газ в пол. Сейчас, подожди. Вот так подробиваем его. Не, ну она набирает. Сейчас будет разворот. Можно дальше еще. Еще? Будешь сейчас дальше? Да. Давай дальше. Видишь? 120. Блин, она пошла, Санек. Кайф в управлении, реально. До этого было страшно. Руль выбивала из рук, так колотилось. Сейчас просто... Просто песня. BMW делает вещи. Да, Сань, ты чувствуешь? Да, чувствую. Мы как врытые едем, да? Ну да. Смотри. 120. Надеюсь, Серега все гайки прикрутил хорошо. 130. Вот там 135, типа. Слушай, 140. Все, тормаживается. Смотри-ка, хорошо. Опа, я смотрю в зеркала, не палься. Я и посмотрел назад. Блин, кайфовая тачка. Бэха-пятерка. Просто кайф, реально. Это же надо из такой кучи металлолома. Не металлолома, вот из... Просто из неходячего, скажем так, да? Получилось ходячее. Постепенно, постепенно. Причем мы ничего такого еще не сделали. Вот что самое забавное. Мы меняем-то... Какой-то шалопушки какие-то. Ковыряемся, ковыряемся. И она начинает ездить и ездить. Мы реально не заглядывали ни в мотор, ни в коробку, ни в турбину, ни в ТНВД. Все. Огонь. Вот прямо на ходу 120 едешь, нажимаешь, смотри, она дальше разгоняется. Есть какой-то промежуток между 80 и 110, где очень туго она едет. Кто-то в комментариях из парней писал, что ей надо просто пробздец задать. Понимаешь? Ну реально погонять. Слушай, может реально ты в Петергоф на ней погоняешь пару раз, а? Да давай, давай. Чтобы она ожила. Все. Очень хорошо. Просто не сравнить. Просто не сравнить. Вот когда мы завели с первого дня ее, да? Ну со второй серии. И как она ездит сейчас, просто не сравнить. Это небо и земля по сравнению с тем, что было. У меня даже хочется попросить тебе дать руль проехаться. Блин, ты ездишь? Не очень уверенно. Я не уверенно езжу. Такой кайф просто. Вот сейчас реально ездишь в удовольствие уже. Парни, все, кто владеют BMW 34-ками, я вас понимаю. Какие нафиг солярисы или прочее какая-то это... Блин. Не доволься, а ты четыре разворота поехал мимо. Да. А собирался до следующего только ехать. Пацаны пишут под прошлым видео, ты что не прокатился после замены? Мы закончили парни в пол первого ночи и уже просто не до этого было. И вот сейчас первый раз пришли, реально. Посмотри. Просто. Это без развала. Что-то держало, может закоксовалось, я не знаю. Там катализаторы есть забило. Я не знаю, от такой езды как она не ездит. Смотри. Если я раньше до этого ехал, меня все гнали, да? Мигали. Парни, мы мчим. По сравнению с тем, как мы ездили, мы просто мчим. 150. Сами страшно? Ну я не пристегнут, немножко страшновато. А там у тебя и ремней нет, не парься. Ты смотри, мы X6 обгоняем. Все. Вот это E34 дизель. Кто сказал, что она не едет? Так, в правый ряд уходим. Еще и резина, единственное, не очень. Так колеса сами, шины, диски. Ой, как она круто едет, парни. Как она круто едет. И вот и начинаешь понимать парней с Казахстана, с Кыргызстана. Они там все на этих 34-ках, ну как все, просто очень много оттуда парней пишет. Парни, всем салам. Просто обалдеть. Вот на каких машинах я только не езжу, да? Давно не ловил себя на том, что мне просто кайфово за рулем. Знаешь как, вот ты прыгаешь в тачку уже от места до места, да? С пункта А в пункт Б доехать. То, что она вообще не ехала, это шло до такого. Тут еще от этого кайф огромный. Может быть, да. А не то, что она едет. Как будто на новой какой-то BMW сел, настолько кайфую. Останавливаешься, ничего не колотит. Ну да, тогда на 60 нажимаешь тормоз страшно было. Пацаны, полный кайф. Вообще, блин, непередаваемо. Реально, я настолько насладился сейчас ездой на этом автомобиле. Нет слов. Сегодня, я думал, мы снимем турбину. Реально, я был настроен, что мы ее снимем, повезем ремонт. Сейчас я уже не понимаю, нужно ее ремонтировать или нет. Тачка реально начала ехать. Подвеску перестала трясти. Из-за этого, походу, я перестал бояться жать дальше на газ. Короче, очень круто, несмотря на то, что она без развала. Реально, Серега настроил колеса по какой-то линейке самодельной. И практически она едет ровно. Завтра мы сгоним на развал, все вообще исправим. Несмотря на то, что она без развала и на каких-то непонятных шинах с дисками, она уже едет круто. Зальем еще солярки. Где-то пол бака. И в нее добавим немножко двухтактного масла. Кто-то из парней, опять же, из подписчиков писал, что поможет там помягче начнет работать. ТНВД смажет. Ну, проверим это заодно. И вполне вероятно, опять же, парни, вы мне писали, что в таком состоянии, в каком она была, вот на ней ездили кое-как. Потом она какое-то время стояла долгое. И что просто она просто не едет из-за того, что она застоялась. Поэтому заливаем солярку, делаем развал, добавляем масло в дизелек. И завтра Саня пару раз на ней изгоняет в Петергоф. Короче, дадим просраться ей. Ждем Саню, стоим. Развал схождения будем делать. Мы уже подъехали, он катится потихоньку. На три часа, да? Да. Развал сейчас сделаем и поедем на разборку. Пусть он сам щиток нам поменяет. Или хотя бы покажет, как он подключает щиток с рестайлинга. Ну и, собственно, посмотрим, что есть. Какие есть диски. Про бампер спросим. Салон какой есть у него в продаже на разборке. Перед нами один или два владельца были очень странных. Да-да-да-да, из коробки, отовсюду. До этого еще не добрались. Она не ехала, мы ее взяли, она стояла просто врытая. Все пересушено, все оборвано. И красная тоже, коробочная тоже течет. Со штока. С левой стороны. Да-да. За сколько ее взяли, если не секрет? За 40 тысяч. Ну, за 40 тысяч нормально. Это вообще чудо. Но она не ехала. Были окна выбиты. Левые. За полиэтиленом. Ну, просто полиэтиленом затянутые. И она не ехала. Не ехала, причем там прикол был. А в ТНВД проводок отсох отвалился. А сейчас она просто ласточка стала. Спасибо большое. Поехали, Тёмыч. 30 литров дизеля залили. В него 200 грамм двухтактного масла. Я не знаю, много это или мало, парни. Как вы считаете, как правильно было сделать? Сколько? Сотка? Сотка, да. Нормально набирает, да? Да, и едет уверенно. Руль вообще все, ровно стоит. Да, да. Вот видишь. Все, не отпускай, держи его двумя руками. Чуть-чуть плывет, нет? Немножко за что делает. Потому что у нас еще колеса стоят. Мы не знаем же какие, не балансировали, не смотрели. Да. Ты же понимаешь, судя по тому, что все в каком состоянии, колеса здесь тоже самые говеные, которые могут быть. Сейчас если будет момент, возможность разгонить, сколько она. Хорошо. Поедет. И почувствуй провал. В каком месте? А 240 тысячи таки это да? Ну до 240 пока не разгоняет, давай потерпим. В следующей серии. Ну наверно по автобану где-то в 90-х годах она могла с такой скоростью ездить. В Германии. Я вот сегодня только ехал и думал, прикинь, в то время, да, немец купил, а ее... Ну ее купил душный немец. Понимаешь, он купил дешевую комплектацию на веслах. Блин, ну все равно это было офигенно. Ну несомненно. Но я имею в виду, понимаешь, все равно. Это как раз немец. Дед немецкий. Знаешь, ему ничего не нужно было. Нужна была пепельница, автомат и дизель. Веслом окно открыл и все. А у нас в то время на чем ездили. 99-ая только вышла, да? Ну в 90-ом она не вышла, конечно, еще. Восьмерки, девятки? Да, восьмерки, девятки. 120, вчера было 160, давай. Помешают, да? 140. Бугорок напугал тебя? Да. Ну 140, ну поехали. Да ладно, 160 вчера было. Я немножко еще, знаешь, что парюсь? Все-таки резина, не дай похлопнуть колесо, блин. Это да. А я знаю, что немножко парюсь. Что? То, что ты за рулем, а не я. Ой, да это-то ладно. Здравствуйте. Не работает тахометр. Просто мы туда искали с ребятами. А, ну понятно, там его не нашли. Отложили все-таки. Давай на нем мы остановимся-то, да-да. Эти вообще никуда. По пинам сзади что? Мы просто специально приехали на машине, чтобы уже поставить здесь, 10 раз не ездить, закончить на этом. Смотри, как выглядит. Вот еще один. Который нужен. И который этот. Совершенно разные разъемы. Я не представляю, чтобы их поставить. Реально надо там всю проводку перекопать. Нужен бардачок. Нужен бампер передний. Нужны колеса. У вас много же колес наверняка? Пятерок. Просто посмотреть можно по выбирать с чего-то? Ну, если там на территории с ребятами такое есть, что выбирают. Можно, да? А вот салон нужен. А, и салон нужен. Сидение. Блин, зависит от цены тоже. Можно и кожу, если она вот, если не надо перетягивать ее. Можно ткань. Живой, есть просто живой, любой. Если есть тканевый живой, значит тканевый. Тканевый, по-моему, 13,40$. Можно глянуть на него? Тоже на нанку отойти, да? А кожа насколько стоит хороший? Там пелик только 20. 7500 бампер стоит оригинальный. Да нет, то, что черный, там без разницы. Мы красить целиком будем. 12, 18, 12, да? Как зовут вас? Все, хорошо. То есть я широко известен в узких кругах. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Купили кнопку для бардачка. Сидят такие дядьки там, это, сидит. Меня горят за этой к***ю. Я очень широко известен в узких кругах. Мы раз-таки с 2020-го, в 96-й сразу провалились. Где все на бэхах, пятерках, на тройках. Забавно, в общем, немного. Но прикольно. Так, едем дальше. Сейчас посмотрим колеса, бампер и салон. Салон, не знаю, там у них лежит или здесь был салон. Салон у них дорого стоит. Вот здесь это где? Вот это бампера лежат, что ли, на машине? Да. Парканулся? Алексей! Алексей! Здесь Алексеев. Интересно. Это сколько уже? Да. Кто-то приехал купить ручку, заморачиваться не стали, вырезали ему вместе с куском двери. Смотри, по-немецки. Ахтун, Собакин, Грюкин. Алексей! Они чтобы плавать что ли, ее строят? Забавно. Вы тоже ждете? Алексей сказал или кто? Что ты такой злой-то? Не надо нам ничего здесь вообще, просто. Не переживайте. Не переживайте так, не переживайте. Покрышки охраняет, видишь? Ну что, заберем вместе с тобой? Не переживай, дружище, ты чего? Вас много, я выбираю, кого зажрать, да? Да не злись, не злись. А мне здесь предлагают. Не злись. Мы же не злимся на него, что он начинает. Смотри, сколько пятерок стоит. В последнюю жизнь приходят эти пятерки сюда. Просто такой разбор я не встречал, реально. Задние фонари, кстати, вон. Слушай, как они так хранят? Вот я думаю купить задние фонари, да? Посмотри, как они хранятся. Вообще жесть просто, реально. Они же будут все грязные внутри, запаришься вымывать. Либо здесь не кандид валяется, который, знаешь, за 100 рублей, типа. Холотый. Такой не слабый боковой удар. Ты видишь, что сиденья вообще нет? Вот сидел, он погиб. Водительское, да. Он просто погиб, я не знаю, что тут... Какие варианты? Либо, может, это что-то было, типа, как кости, как стол обматывает, нет? Не было там тройки? Ух! 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 Если вам предлагают целый полный бампер, за 5? Не, за 5 нет. Я же говорю, 6, 7, 5. В зависимости от состояния там и всего прочего. Знаешь, какие мне нравятся, возможно? Вот как вот этот лежит. Вот этот вот, да, например? Или вот тот дальний? С блином из пись таких маленьких, да? Да. Пятое это, да? Да. Вот он прикольно смотрелся в трещедверках. Мне так кажется. Нет, тюк. Не понимаю, что написано. Фары Хэла вижу, да. Тюк, тюк написано. Да. А сиденья, как у вас там лежат, в ангаре, да? Смотрю, какие оно надо. С кожей, рожей. Он у вас спорный. Я обычно... Слушай, там такие цены назвали пацаны какие-то. Обычный велю, чтобы он был живой. Сколько он будет стоить? Недраный. Чтобы не перетягивать. Не знаю. Я могу позвонить, спросить, сколько они стоят. Спроси, пожалуйста. Это 17? Да. Это треснутый. Треснутый, да? Да. У него целый. Вот такой комплект будет. Треснутый. Ну, одна треснутый. Треснутый. Левая. Треснутый. Ну, посмотри какая-то. Треснутый. Ну, посмотри какая-то. Треснутый. Треснутый. Слушай, ну, ты себе тамбуй сделать было бы круто, да? Да, Макс. Реально. Кайфовая. Парни, посмотрите какой экземплярчик здесь стоит у них. Просто вообще, вот несмотря на ее состояние, она просто, просто мне нравится очень. Такая тачка. У нее внутри даже дерево реально. У них шпон там, какие-то неискладки. Просто сервант. Бабушкин комод. Вот это машина. Да, мари, помню. Ну, слава. Да сейчас едем. Подтягивай, ну, то что ты. нормальные у него обломаны купили задние фонари за 4000 купили молдинги боковые по 500 рублей за молдинг достаточно недорого да круче становится посмотри она превращается какую хорошую машину а блин защемил резинку давай назад предыдущие автомобили красили прямо с резинками не снимая фонарей поэтому мы сейчас так приладим чтобы посмотреть насколько она станет кайфове по крайней мере мне очень хотелось поставить оригинал я помню те времена когда гнались вот за этой вот тюнинговой оптикой так сказать когда меняли оригинальные фонари на тайвань на китай на белый красный черный лишь бы они были чуть чуть по-другому как тюнинг это наверное конец 90-х начала двухтысячных в то время у меня была audi бочка и у парней знакомых тоже была audi бочка и у них стояли вот именно вот такого плана фонари только там вот полоски вертикальные и казалось это круто в отличие от моих оригинальных теперь я понимаю насколько это колхозно первый раз жизни я был на разборке подобной ожидание было больше трех часов для того чтобы посмотреть диски бампер задние фонари и молдинги купили мы только фонари и молдинги угловые если у вас есть два три лишних часа и вам реально нужны запчасти на 34-ку я думаю это самое наверное место где они есть но понадобится много времени и терпения вот что значит не знаю думаю что такое стоит фонаре как будто предохранитель включаю это оказывается подсветка багажника тышь век живи век учись что значит никогда не было три четверки в личном пользовании не знаешь ничего я уже не дождусь когда мы в малярку и отдадим последние штрихи можно сказать парни вы спрашиваете сколько потратили мы денег на данный автомобиль в течение этого времени я обещал в этой серии рассказать так смотрите изначально мы покупали щиток щиток стоил полторы тысячи четыре раза мы уже меняли его цена от этого не изменилось купили педаль педаль была оригинальная новая тоже стоила полторы тысячи купили все фильтра четыре штуки один не пригодился то ли его удалили с нашей машины то ли его нет они обошлись в полторы тысячи рублей все потом по подвеске по подвеске по подвеске покупали тормозные диски 1700 рублей штука покупали недорогие ну и не самые дешевые не самое дно но такая ниже среднего наверное ли средняя цена колодки за 1000 рублей так рычаги передние две штуки были по 1800 каждый рулевые тяги по 1300 рублей которые крайние и средние она стоила 1600 рублей подушки задней балки по 800 рублей штука их было две так ну по сути наверное ну вот фонари купили сейчас за 4000 да и молдинги по 500 рублей молдинг около 20000 на данный момент мы потратили эту машину можно сказать вообще копейки блины она уже едет и уже едет очень хорошо сейчас саня сгоняет на ней домой примерно он проедет 170 километров туда-обратно даст ей просраться так сказать так как реально в голове уже сложилась такая картина что человек просто на ней тошнил по пробкам практически не ездил я не знаю ли как он ездил на этой подвеске убитой без педали с засранными фильтрами неизвестно на какой солярий даже он ездил какой он там топлива лил просто не понять посмотрим что будет завтра когда он вернется да я думаю сегодня уже позвонит скажет что как как вы сами видели мы разогнали ее до 160 километров уже реально она уверенно крепкая просто цепляется за дорогу едет просто хорошо не ровень многим свежим автомобилям точнее даже какие-то свежие автомобили уже не ровень вот этой старой бмв ну что сказать пацаны серия подходит концу все кто смотрел спасибо всем удачи всем пока ставим лайки пишем комментарии ну чё парни скажете совсем другой вид а как считаете ну чё сто шестьдесят она идет уверенно газ пол нажимаешь но он пошла сто семьдесят принципе никуда не качает никуда не ведет едет вообще огонь хрен скажешь что 30-летняя машина поэтому ну наверное бодрее она уже не поедет хотя я не знаю макс что там парни напишут должна она бодрее и быстрее ехать а так вообще конечно тачка огонь парни еще самое главное мы сейчас снимаем серию видео про автоподбор мы купили автомобиль но естественно не новый естественно не идеальный так как все-таки мы экономим деньги не можем покупать что-то супер супер такое дорогое нанесли на него некие увечья по кузову и вызываем автоподборщиков которые должны это выявить будет очень интересно обязательно смотреть не пропустите